БМР стоит во главе глобального спрута институтов, и он работает за счет своего суверенного иммунитета. Хотя они и не обязаны подчиняться закону, но мы должны соблюдать их правила. Когда вы отдаете организации право обходить все правила, право печатать деньги из воздуха и право наслаждаться секретностью во всем мире, то вы создаете модель, которая в конечном итоге придет к тому, чтобы завладеть всем. Остается только один вопрос, когда и как это сделать? Вы должны что-то сделать, чтобы ситуация коренным образом изменилась, будь то сокращение населения или энергетический рывок или другие способы, но вы не можете больше идти старыми путями. Модель роста долго на грани краха, и вам нужно произвести сброс и все изменить. Сегодня я здесь, чтобы поговорить о Банке международных расчетов, БМР. Итак, Банк международных расчетов – это банк в Базиле, Швейцария. В его состав входит 63 крупнейших мировых центральных банка. То есть речь идет не обо всех центральных банках, но большинство из них стран большой двадцатки. У них очень хороший веб-сайт, вы можете его посетить. БМР был создан в конце Второй мировой войны. Он якобы должен был заниматься возмещением ущерба от Германии перед союзниками. Но если вы посмотрите на то, что происходило вокруг них, то увидите, что на самом деле истинная причина заключалась в том, что в течение многих лет центральные банки хотели создать банк с суверенным иммунитетом, независимый банк. То есть он должен быть вне закона любого национального правительства и в условиях секретности. Итак, речь идет об организации, которая стоит выше закона. А также она имеет полномочия через своих членов создавать многие известные вам законы, которым подчиняемся все мы. Поэтому эту презентацию я назвала «Использование суверенного иммунитета и секретности для организаций глобального переворота». В своей презентации я хочу использовать такое выражение, как «отколовшаяся цивилизация». Это существующая международная организация с суверенным иммунитетом, действующая выше закона в финансовом и оперативном плане. Это далеко не БМР. БМР стоит во главе глобального спрута институтов, и он работает за счет своего суверенного иммунитета. Хотя они и не обязаны подчиняться закону, но мы должны соблюдать их правила. Кроме того, они создают множество правил, которыми мы должны подчиняться. Это один из фундаментальных вопросов, которые необходимо решить, если мы хотим повернуть ситуацию вспять и вернуться в мир свободы. Итак, одна группа людей может свободно сохранять секретность и свободно печатать деньги. Модель роста долга – это секретный соус для БМР и центральных банков, потому что они могут печатать деньги из воздуха, причем так, чтобы обременять нас долгами и процентными платежами. Реальность в том, что у нас нет никаких причин нуждаться в центральных банках. Мы можем иметь свои валюты и управлять экономикой без ЦБ. С какой проблемой сейчас столкнулись ЦБ? Им необходимо перейти к тотальному контролю, но как его сохранить? Долг продолжает расти, и в какой-то момент все поймут, было бы дешевле обойтись без них. Почему мы говорим о БМР и почему именно он представляет интерес? Сейчас мы видим толчок к созданию системы, включающей, первое, цифровые удостоверения личности и, второе, цифровые валюты центрального банка. Эти две составляющие и есть основа для системы полного контроля транзакций, которая буквально положит конец нашей свободе. Если вы будете плохо себя вести, вам могут отключить ваши деньги. Это видео с заседания МВФ, октябрь 2020. Это Агустин Карстенс, генеральный директор БМР. Здесь он говорит, что ваши деньги больше не ваши, а их. Они могут устанавливать свои правила и централизованно обеспечивать их соблюдение. Мы склоняемся к установлению эквивалента с наличными деньгами, и здесь есть большое отличие. Например, с наличными мы не знаем, кто расплачивается конкретной купюрой в 100 долларов или купюрой в 1000 песо. Ключевое отличие CBDC в том, что центральный банк будет иметь абсолютный контроль над правилами и положениями, как использовать это выражение ответственности центрального банка, а также у нас будет технология для соблюдения этих правил. Эти два вопроса чрезвычайно важны в понимании того, что такое наличные деньги. Еще одно видео, которое я хочу вам показать. В Китае уже есть CBDC. Это все еще пилотный проект, но он уже внедрен среди миллионов людей. Для них это не прямой счет в центральном банке. Этот счет можно получить только через свой банк. Так что этот процесс пока еще не уничтожил их банковскую систему. Это пока не обсуждается, но нужно понимать, что на повестке дня стоит задача избавиться от банков, а также аспект контроля. Последнее пока еще в Китае не активизировали, но это может быть введено в любой момент. И, конечно, это вызывает беспокойство. Кроме того, никто не говорит о характере этого CBDC. Как это будет выглядеть? Они не говорят об этом. Один из банкиров CB Европы рассказал мне, как это будет выглядеть. Он видел это. Его пригласили в один из старых CB Европы, который активно продвигает эту идею. Они показали ему. Обращаю внимание, он исполнительный директор другого CB. Это верхушка. У меня нет оснований не верить ему. Это примерно вот такого размера. И должно быть имплантировано тебе под кожу. Итак, план таков. Разумеется, кроме контроля, это имеет и другие последствия. Это фактически проникает в ваше тело. На мой взгляд, это унижает человеческое достоинство и может быть использовано далеко за пределами финансовых транзакций, что крайне опасно. Определенно, мы должны этому противостоять. Один из способов такого противостояния – использовать наличные деньги. Тогда им сложнее будет внедрить цифровые деньги. Это был Ричард Вернер, один из ведущих академических ученых мира в области банковского дела. Он описал внедрение системы финансовых транзакций под децентрализованным контролем. С теми же системами, которые и сейчас наблюдают, вовлекают, осуществляют подсознательное программирование и контроль сознания. Таким образом, мы говорим о полноценной системе контроля человеческого тела. И она весьма необычна. Теперь эта система сможет решить некоторые из тех проблем, из-за которых когда-то было отменено рабство. Я вернусь к презентации. Итак, вектор движения БМР ведет нас в ужасное место. Мы к этому еще вернемся. Но позвольте мне вернуться назад и немного помочь вам разобраться с предысторией. История полномочий БМР началась с Гаагской конвенции, когда в 30-м году они создали банк, который якобы должен был обеспечить выплаты Германии репараций странам-победителям в Первой мировой войне. Он был создан как банк с увековеченными полномочиями и увековеченным советом директоров. Сейчас у него 63 центральных банка и монетарные власти. На их сайте эта информация открыта. В настоящее время большую озабоченность вызывает Всемирная сеть, называемая Инновационный центр. Это центры, разбросанные по всему миру с задачей внедрить CBDC в 190 странах. Их полномочия и деятельность заключаются в хранении и передаче золота на хранение. Это касается только их членов. Таким образом, для своих членов они хранят и переводят золото, банковские депозиты в разных валютах, данные о ценных бумагах. Они устанавливают нормативные стандарты для своих членов и управляют механизмами коллективного инвестирования, а также услугами для других лиц, что не совсем ясно. Но я хочу отметить, что в их балансовом отчете они ясно дают понять, что могут хранить бесконечное количество денег в инвестиционных пулах, которые находятся вне баланса и засекречены. А теперь вспомните, что все эти вещи могут быть сделаны в тайне для их членов и быть вне закона. Итак, речь идет о денежной системе, способной хранить и переводить деньги по всему миру. При этом она секретна и не подчинена национальным законам. Если смотреть от истоков, то можно увидеть, что все это развивалось в течение многих лет. Что-то я привела здесь, но много информации можно найти на их веб-сайте. Я хочу заострить ваше внимание на 1994 годе. В этот год ФРС Нью-Йорк и ФРС США покупают акции. И позже, немного позже, они закрыли все частные компании, которые раньше были частными акционерами. Когда ФРС покупала акции, они, ФРС, всегда были активны, но чувствовали, что акции есть конфликт интересов. В 1994 году произошло объединение. И одна из причин, по которой это так важно, это был 1997 финансовый год, когда огромные суммы денег начали исчезать из федерального правительства США. В 1997 году есть недостача 21 триллиона. И те же 21 триллион указаны как незадокументированные корректировки, то есть на них нет отчетных документов. Все это началось вскоре после того, как ФРС Нью-Йорка и ФРС США купили акции БМР. Один из моих больших вопросов. Была ли большая часть этих денег отмыта через БМР? Ведь он обладает суверенным иммунитетом, и никто не может пробить этот барьер. В 1999 году был создан форум финансовой стабильности, который позже стал правлением во время финансового кризиса 2009 года. К этой организации есть серьезный вопрос. Это способ продлить свой суверенный иммунитет через эти учреждения? Чуть позже мы вернемся к этому. Инновационные центры появились в 2019 году. Они находятся в Швейцарии, Гонконге, Сингапуре, Лондоне, Стокгольме, Франкфурте, Париже, Торонто, а также большой инновационный центр есть в Нью-Йорке. Все эти компании, насколько мы можем судить, при переговорах пользуются суверенным иммунитетом по договору с принимающей компанией. Это дает возможность БМР и всем, кто когда-либо работал с ними над CBDC в этой области, пользоваться суверенным иммунитетом, в том числе в отношении объектов, которые у них там есть. И эти иммунитеты могут быть довольно необычными. Например, никому не дозволено войти в банк международных расчетов. У них своя собственная полиция и сотрудники швейцарских правоохранительных органов не могут войти туда без их разрешения. А также у них есть дипломатический иммунитет от ареста, тюремного заключения и конфискации. Единственное исключение из правил, они должны соблюдать правила дорожного движения. Обладая дипломатической неприкосновенностью, они могут перевозить любые документы, данные, цифровые файлы и активы в любую точку мира, и никто не имеет права их трогать. Они могут свободно шифровать данные и обмениваться ими. Никакого налогообложения, никакого надзора и регулирования. Они свободны от иммиграционных ограничений и местной правовой юрисдикции и так далее и тому подобное. Все эти полномочия просто ужасают. А если их объединить с другими международными организациями, созданными и работающими под тем же неприкосновенным суверенитетом, то вы буквально увидите проложенный путь к созданию отколовшейся цивилизации. Так и произошло. По факту, число учреждений, обладающих суверенным иммунитетом, намного больше, чем показано на этом слайде. Тут нет сомнений. Просто посмотрите, что происходит с ООН, Валютным фондом, Всемирным банком и известной медикаментозной организацией. Это я шифруюсь. Это просто невероятно. Я подчеркиваю, когда вы отдаете организации право обходить все правила, право печатать деньги из воздуха и право наслаждаться секретностью во всем мире, то вы создаете модель, которая в конечном итоге придет к тому, чтобы завладеть всем. Остается только один вопрос. Когда и как это сделать? Проблема вот в чем. Эта модель противоречит самой жизни и свободе, не говоря даже о конституционных законах и основных законах любых стран, входящих в ее состав. Эта модель дает им возможность сделать то, что они делают сейчас, то есть, по сути, использовать свои полномочия для уничтожения суверенитета каждой нации в мире. Если ты банкир БМР, то можешь делать все это с помощью денег. Тебе не нужна никакая всеобъемлющая организация здравоохранения. Но тебе нужно сделать это так, чтобы толпа не набросилась на тебя с вилами, ведь самих банкиров ничтожно мало по сравнению с общей массой людей. Если все догадаются, что все это устроили банкиры и пойдут на них с вилами, то они не смогут проворачивать свои аферы, и это не сойдет им с рук. То, что они делают, это преступление. Вот тут и выходит вперед известная медорганизация с объявлением всеобщего хаоса 2020, используя биологическое оружие и отравление для выполнения своих задач. Их прорыв через эту медорганизацию – это именно тот нужный им мост, чтобы добраться до точки, где можно будет внедрить CBDC. Внедрить цифровую идентификацию им будет непросто, и это хорошо. Они не могут это сделать сию минуту. Вопрос в том, как они будут выстраивать свою систему контроля до того, как получат полный контроль через механизм финансовых транзакций. Но, разумеется, с одного фланга – через контролирование поставок продовольствия, а с другого – через модную медорганизацию. Если вы хотите получить больше информации о БМР, я рекомендую прочесть серию разных книг и статей. Я бы начала с сайта БМР и замечательной книги Адама Лебор «Базельская башня», опубликованной в 2015 году. Там представлен отличный исторический обзор о том, как рос и развивался банк. А также на нашем сайте salari.com вы найдете мою статью под названием «Стоит ли БМР 21 триллиона долларов?» И статью «Я хочу остановить CBDC. Что я могу сделать?» Кроме этого, на сайте много других видеоматериалов на эту тему опасности этого нового ведения. Представьте себе экономику, как Диснейленд, где у вас есть верхняя видимая развлекательная часть и нижняя со скрытыми инженерными коммуникациями. В конце Второй мировой войны появились условия для создания этой отколовшейся цивилизации. С этого момента сформировались три слоя общества. Первый слой – это то, что я называю скрытой финансовой системой. Здесь крутились деньги, изъятые у немцев и японцев, а также другие ресурсы, конфискованные во время войны. Одна из вещей, которую сделал этот слой, заключалась в попытке управлять организованной преступностью и контролировать ее во всем мире. Таким образом, эта операция тесно связана с незаконным оборотом наркотиков и другими формами незаконного оборота. Итак, этот слой является преобладающим лидером в сфере организованной преступности. У вас есть скрытая финансовая система. И помните, это касается союзников, в частности Англии и США. И всем этим управляет Нью-Йорк-Сити. Следующий слой – это черный бюджет. Черный бюджет – это деньги, которые присвоил Конгресс или профинансировала ФРС, или первичные дилеры под ФРС. И эти деньги могут быть потрачены тайно. Это то, что называется черным бюджетом. Дальше, третий слой. У вас есть целый слой денег, которые тратятся на национальную безопасность. Это не черный бюджет, но они скрыты. Эти расходы под грифом секретно. Итак, эти три слоя все росли, росли, росли. И вот еще что. Если эти деньги стоят выше закона, то и налоги с них не платятся, а значит, расти они будут гораздо быстрее. Доля выгоды здесь в том, что если вы управляете центральным банком во время финансового кризиса, вы даете банкам ссуды под процент от 1 до 0, а средний американец сейчас занимает деньги примерно под 17% годовых. Поэтому, если вы проследите за историей центральных банков, то увидите, что каждый раз, когда в обществе элитный пользователь становится легальным, а бывал это только вопрос времени. Этот механизм может создавать бесконечное количество денег и использовать их любыми способами. Я буду сильно упрощать, чтобы донести до вас суть. ФРС, по сути, создала 3 триллиона долларов в самом начале барандемии. Это часть начинающейся прямой перезагрузки. В то же время барандемия обрушила целые сектора экономики. Что это значит? Люди, получившие эти 3 триллиона, могли по дешевке скупить активы этой обрушенной экономики. Так что, с точки зрения капитализма катастроф, это стало фантастически прибыльным. Это сработало. Мы говорим о машине. Неважно, как работает эта модель. Через черный бюджет или организации с суверенным иммунитетом, они способны получать и контролировать огромные активы на планете. И последним шагом для них является CBDC и цифровое удостоверение личности. В этом случае они контролируют все. По сути, это уборочный комбайн. Это денежная машина для выкачки и сброса. Цель – контроль над реальными активами. Люди, земля, поголовье скота. Они хотят контролировать реальные активы. Их игрище с деньгами только для того, чтобы получить право собственности, а после взять под контроль и управление эти реальные активы. Сейчас мы должны понять, единственное настоящее богатство исходит от людей, от культуры, от земли, выращивания сельхозпродукции, домашнего скота. Как только мы уясним для себя, что деньги – это просто инструмент, и они не имеют абсолютно никакой ценности, а истинная ценность – это реальные активы и богатства, которые мы можем создать сами, и это то, что реально. С этого дня мы начнем отрываться от отколовшейся цивилизации и начнем создавать свои собственные системы. Мы легко сможем создать свои собственные способы транзакций. Я могу подкинуть идеи, как это можно сделать. Но самое главное и первостепенное для нас, если мы собираемся создать нашу собственную денежную бартерную и любые другие системы обмена, необходимо, чтобы внутри местных групп и районов, и между ними, создавалась культура и управление, способное защитить систему и людей от саботажа изнутри, разделяя влавствуй, и других уловок, разрушающих организацию. У нас на планете Земля нет финансовых проблем. У нас есть проблема управления, и ее необходимо решать. Итак, вопрос в том, как создать организации, способные противостоять газлайтингу и их денежной машине. Мы еще не выяснили, как построить организацию, культуру и управление, способное выполнять все нужные нам виды обмена. Они нам не нужны. Ни их деньги, ни их руководство. Мы сможем добиться этого только тогда, когда сможем повзрослеть и управлять собой, не желая быть обманутыми и контролируемыми ими. Я назвала эту модель «войной центральных банков». ЦБ печатают деньги, а военные и правоохранительные органы следят за тем, чтобы люди брали эти деньги. По большей части это скрыто, поэтому самое мощное оружие невидимо. Это происходит сейчас. Подумайте об этом так. Некто пытается нас убить, а мы в это время сами несем в свой дом и свою жизнь устройство слежения, которое эти некто контролируют. Мы дарим детям умные смартфоны, предоставляя полный доступ к сознанию наших детей. Да, это самое мощное оружие на сегодняшний день. Это продают по дешевке или дарят где-нибудь. Ведь они могут контролировать нас и без этого. Они накинули сеть без стального оружия или взрывчатки. Если вы можете контролировать чей-то разум, это легкий способ заработать себе на жизнь. Это и есть война. Немного вернусь к теме исчезнувших денег из Министерства жилищного строительства США. Вы не можете отмыть все эти триллионы через пиццерию. Понимаете, о чем я? Всегда главным вопросом для меня было, как, черт возьми, им удается отмывать и перемещать такие суммы. Так вот, часть этих денег была потрачена на Ближневосточных войнах. Часть, как я предполагаю, ушла на такие компании, как Enron. Но банк международных расчетов – это единственное, что имеет смысл, потому что речь идет о слишком больших деньгах. Участники этого крупного бизнеса, вложившие туда деньги, которые позже были отмыты, это ведь не один человек или несколько акционеров. Вероятно, у них разные интересы, и они борются за право своего влияния. Или вы думаете, что это один блок, и они объединены? Нет. Нет, я думаю, что между ними есть это непрерывное сотрудничество-конкуренция, сотрудничество-конкуренция. Я думаю, что они много уделили внимания этому вопросу именно за тем, чтобы остановить конкуренцию и держать ее в узде. Но я думаю, что впереди их ждет провал. Ведь чем сильнее централизована власть, тем больше конкуренция, и управлять этим становится невозможно. В чем самая большая опасность, на мой взгляд, со стороны известной медорганизации? Это я шифруюсь. В настоящее время военные биолаборатории раскиданы по всему миру, так ведь? Вспомните о деньгах, которые выкачиваются в Вашингтоне. Все люди, которые помогли раскачать ужасный ужас 2020 года, прилично пополнили карманы и получили повышение. Хорошая работа. Те, кто не хочет играть в эти игры, вычищаются. Они строят инфраструктуру для следующего большого проекта, и многое из этого организовано под грифом «биологическая защита». Все, что им нужно, это ложный флаг биологической войны. Затем в дело вступит известный мединститут и начнет гонку, ведь они не пытаются Вас контролировать или посягать на Вашу незамесимость. Они просто хотят защитить Вас от Бармалея. Вроде того, Бармалей с биохлопушкой собирается на нас напасть, а та самая медорганизация вмешивается, чтобы правильно от этого Бармалея защититься. Обратите внимание, большие деньги выделяются на подготовку к новой барандемии. Вносятся поправки в закон о ЗОУФ, читай наоборот. Поэтому я думаю, что это идет подготовка к игре в биологическую защиту. Именно так они избегают всех вопросов, связанных с очередной барандемией. Одна из поправок о распоряжении национальными деньгами. Они могут сказать, мы забираем это, потому что нам это нужно. А если какое-то государство воспротивится, то другим разрешено применить силу. Вот что в этих поправках. Какое-то государство или НАТО просто придет и заберет эти деньги. Да, это верно. Что может сделать каждый нормальный гражданин, чтобы противодействовать этой повестке дня? Есть множество различных вещей. Первое. Используйте наличные деньги. Уходите от цифровых систем. В здоровой системе у нас был бы баланс цифрового и аналогового, но они пытаются перейти на стопроцентный цифровой контроль. Уйти от цифрового не потому, что это плохо, оно не обязательно должно быть плохим, а потому, что мы не хотим, чтобы они располагали полным цифровым контролем. Переходите на аналоговое. Например, вы можете не брать телефон, а оставить его в машине. Используйте наличные. Говорите с местными организациями об использовании наличных. Пусть оплата наличными снова станет модной. Поддержите местных фермеров. Покупайте свежие продукты у них. Вода, еда, энергия, жилье. Убедитесь, что у вас достаточно запасов на местном уровне, на независимой основе, чтобы эти ребята не смогли загнать вас в угол. Потому что нам не нужны их деньги. Нам нужны еда, одежда, жилье, энергия. Нам нужно сделать много дел. И никогда не думайте, что все безнадежно. Все не так уж плохо. Посмотрите, как мало людей занимаются разработкой системы. Они не смогут контролировать все реальные активы, если мы им не поможем. Прямо сейчас мы те, кто строит систему контроля. У нас есть сила, чтобы это остановить. И это поразительно, сколько богатства, взрывного богатства мы можем создать, если просто повернем вспять центральный контроль. Одна из проблем перед управляющими активами в том, что глобальная финансовая система раздута огромным числом спекулятивных активов. И сейчас долг растет быстрее, чем ВВП. А это значит, что сейчас у долга возникнут реальные проблемы. Если сказать по-другому, представьте, что планета – это дом. У нас есть имущество, ипотека, страховка. У нас есть собственный капитал. И если долг продолжает увеличиваться, то есть если дом стоит 1000 евро, а ваша ипотека 500 евро, и мы начинаем увеличивать долг все больше и больше и больше – до 5000 евро. Это сильно больше стоимости вашего дома. И это же должно что-то дать. Поэтому они пытаются удержать эти спекулятивные пузыри на плаву. Этот огромный пузырь намного больше и дороже, частная экономика с ним не справится. Кроме того, этот пузырь взаимодействует с организованной преступностью, чтобы существенно подорвать производительность экономики. Судный день близок – это перезагрузка. Прямой сброс – это когда вы воочию наблюдаете. Все напечатанные деньги раздули экономику, а фундаментальной производительности нет. Вы должны что-то сделать, чтобы ситуация коренным образом изменилась, будь то сокращение населения или энергетический рывок или другие способы, но вы не можете больше идти старыми путями. Модель роста долго на грани краха, и вам нужно произвести сброс и все изменить. Теоретически, все, что нам нужно сделать – просто уйти и строить в другом месте. Кто строит управляющую контрольную сеть? Мы все встаем утром, идем на работу и занимаемся разработкой контрольной сети. В тот день, когда люди, оставшиеся в проигрыше в этой системе, скажут, «Знаешь что? Я не собираюсь получать твой контрольный грант. Я собираюсь уйти и начать создавать реальные активы в моем сообществе» или чем-то еще. Мы строим эту самую контрольную сеть. Без нас они не справятся. Мы сами строим свою цифровую тюрьму. Все, что нам нужно сделать – это остановиться. Для этого не нужны все люди. Пусть хотя бы небольшой процент людей начнет уходить от цифровой системы и, например, платить наличными. Сделайте так, чтобы уходить было интересно. Рассказывайте об этом другим. Все не так безнадежно, потому что нас много, а их единицы. Я скажу так. Я верю, что они потерпят неудачу. Я призываю что-то строить сейчас именно потому, что когда их планам придет конец, у нас должно уже что-то быть. Мы вместе – это каждый человек, и он может делать только то, что в его силах. Самое забавное состоит в том, что если мы все будем делать то, что в наших силах, то перед нами откроется много возможностей, чтобы изменить ситуацию в позитивном направлении. Я уже говорила, что нас тормозит наша неспособность организоваться. Да, с этим надо разбираться. Но самое главное препятствие – это нежелание смотреть в лицо тому, что происходит на самом деле. Признать и пройти через чувство горя и подавленности – это та дверь, через которую нужно пройти, чтобы найти реальные решения. Если смотреть правде в глаза, Бог сможет все исправить. Да, все зависит от Него, поэтому я смиряюсь. В любом случае, сила на нашей стороне, и мы должны это сделать. Продолжение следует...